ДТП Смоделирована усредненная ситуация при дорожно-транспортном происшествии. То есть мы здесь не используем несколько автомобилей, достаточно одного. По условиям соревнований оба пострадавших, находящихся в автомобиле, зажаты. Соответственно, применяется гидравлика для того, чтобы деблокировать их. Если взять государственную статистику учета, то сегодня уже количество дорожно-транспортных происшествий превышает количество пожаров. Последствия аварии устраняют четыре сотрудника ведомства. Все действия уже отработаны, каждый выполняет свои обязанности. Пока одни снимают двери, болгаркой срезают крышу, пытаясь пробраться к пострадавшим. Другие оказывают первую медицинскую помощь. Но сначала нужно потушить условный пожар, ведь отчет начинается с момента возгорания. Секундант остановит время только когда оба пострадавших будут доставлены в карету скорой медицинской помощи. Весь процесс должен занимать не более 4-5 минут. Первое, что оценивается, это за какое время выполнены все упражнения, фиксируется время. Плюс начисляются штрафные баллы. Вот из этих там, так скажем, суммы времени и баллов, за каждый балл определенное количество времени начисляется. Получается, кто у нас победил, кто занял призовые места, кто-то будет 5-е место займет из 5 команд. Свои умения демонстрировали 5 команд из Тульской области, которые прошли отбор на уровне гарнизонов. Победа на региональном этапе даст возможность спасателям принять участие в соревнованиях среди субъектов ЦФО, которые пройдут в апреле на базе Главного управления МЧС по Рязанской области. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Новости Тулы. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Новости Тулы.